Фиксированная точка обзора в Lumion. Но обо всем поподробнее. Всем привет! С вами Johnny Kicks. Перед нами главное окно программы. Откроем один из предложенных полигонов. Для разбора инструмента нам необходим универсальный объект, который может и стоять, и двигаться. Таким объектом может быть автомобиль. Слева раздел «Объекты». Группа «Транспорт». Разместив автомобиль на полигоне, приступим к основной задаче. Справа кнопка «Видео». В новом окне «Запись». Создаем ролик с перемещением камеры мимо объекта. Особенностью ролика является то, что в начале и в конце автомобиль должен находиться в центре кадра. Ролик готов. При воспроизведении ролика автомобиль попадает в центр кадра только два раза. В начале и в конце. То есть не так, как нужно. Продолжим. Слева кнопка «FX». Добавить эффект. Если у вас не отобразились все инструменты, тогда активируем ползунок «Показать все». Раздел «Камера». Инструмент «Ручная камера». Слева от окна редактора появилась строка с инструментом. Пункт «Посмотрите на фиксированную точку» и есть тот самый инструмент. Активированный инструмент, нажав на его наименование. Уже на этом этапе была создана фиксированная точка обзора. Проверить это можно в окне редактора. Видно, что фиксированный точка обзора был выбран в центр окна обзора камеры. Чтобы изменить фиксированную точку, жмем на ставшую активной кнопку «Изменить точку обзора». В режиме редактирования мои предположения о точке фиксирования подтвердились. Чтобы изменить точку, просто жмем левой кнопкой мыши на любую поверхность. В нашем случае это автомобиль. Кнопка «Назад». Автомобиль стал центром внимания. А может ли фиксированная точка быть динамической? Рассмотрим вариант, при котором автомобиль двигается. Соответственно, точка обзора должна двигаться за ним. Для примера подойдет тот же ролик. Добавим инструмент для перемещения. FX, раздел «Анимация», «Расширенный переход». В расширенном переходе жмем на кнопку «Редактировать» и анимируем автомобиль. После анимирования смотрим на результат. Увы, но фиксированная точка на то и точка. Она не обладает возможностью перемещения. Однако, применение столь узкоспециализированного инструмента возможно. Облет здания, или при некоторых донастройках, облет движущегося объекта, проходящего небольшой для сильного смещения фиксированной точки путь. Как, например, здесь. На этом же урок подошел к концу. Понравилось видео? Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Остались вопросы? Пишите в комментариях, что вас интересует. Всем спасибо за внимание. И до скорых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!